Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Это знаменитая строка из манифеста коммунистической партии за авторством Карла Маркса, вне всякого сомнения известна всем тем, кто хоть как-то соприкоснулся с советской эпохой. С той самой эпохой, представители которой одержали величайшую победу над кошмаром человечества, гитлеровским нацизмом. Но кто бы мог предположить, что спустя всего лишь семь десятков лет фашистская идеология Адольфа Шикль-Грубера возродится. И не только возродится, но и станет жизненным принципом целого народа. Причем народа, чьи сыновья также сражались против нацизма. Но времена меняются и сегодня призрак бродит не по Европе. Он бродит по России и это отнюдь не призрак коммунизма. Коммунизм как идеология себя не оправдал. В 21 веке в России в почете призрак нацизма, пишет политобозреватель Тамерлан Онегин. О возрождении нацизма началось и из Армении. Именно там, несмотря на всю чудовищность с точки зрения человечества нацистской идеологии, стали героизировать подсобников Гитлера. Мы неоднократно говорили о том, что один из армянских нацистских приспешников Гаригин Нжде в Армении возведен в ранг героя. Мало того, словно в насмешку над погибшими гражданами СССР во время Великой Отечественной войны, в том числе и армянами, в 2016 году Нжде в центре Еревана был воздвигнут памятник. Но коричневая чума, то есть признак фашизма, имеет обыкновение быстро распространяться. И она в армянской оболочке доползла и до России. Дело дошло до того, что на территории армянской церкви в Армавире была установлена памятная доска в честь пособника нацизма Нжде. Сей факт не остался вне поля зрения пассионарной прослоки российского общества, которая выразила по этому поводу протест. Активисты требовали демонтажа памятной доски гитлеровского приспешника. Кстати, в отличие от простых людей, официальный представитель МИД России Мария Захарова была более осторожной в этом вопросе. Так, недавно коснувшись этой темы, она дипломатично заявила. Не знала аспекта этой ситуации, что на территории армянского храма есть такая табличка. Исходим из того, что у нас церковь отделена от государства. Это относится ко всем религиозным направлениям. И вот сегодня эта чрезмерная дипломатичность выходит боком, в первую очередь для самой России. Армянские адепты фашизма, наплевав на мнение российской общественности и позицию официальной Москвы, решили внедрить мысль аптепта героя НЖД и в России. Согласно информации издания «Армавирский собеседник», в Армавире состоится показ армянской исторической драмы «Гарегин НЖД». Сеанс в кинотеатре «Монитор Красная площадь». Как отмечает издание, фильм знакомит зрителей с жизнью выдающегося армянского государственного и военного деятеля первой половины 20 века Гарегина Тер-Аруцюняна, получившего прозвище НЖД. Вот это номер. Оказывается, сотрудничество с гитлеровской Германией, убийство сотен и тысяч мирных жителей для армян сродни геройству. Мы, азербайджанцы, об этом знаем не понаслышке, но чтобы пытаться убедить в этом и россиян, это что-то новое. Впрочем, этого следовало ожидать. Излишнее поглаживание россиянами поголовки армянских фашистов рано или поздно должно было дать свои плоды. И сегодня этот плод созрел в виде фильма. 9 мая 2020 года постсоветские страны будут отмечать 75-летие победы над фашизмом. И в Москве на Красной площади пройдет грандиозный парад. Так вот, гражданам России не стоит удивляться, если в этот день победы кто-то вскинет руку в приветственном жесте и завопит Хайль Гитлер. И поднимет плакат с изображением НЖД. Для кого-то это может показаться бредом, но памятная доска и фильм о НЖД говорят об обратном.